Итак, есть у меня в моем цикле лекций такой разговор про 60-е, про Swinging London, и построен он фактически на основе одного объекта визуального искусства. Это фильм «Битлз. Желтая подлодка». И у меня давно уже брежела такая мысль найти как можно больше вот таких экземпляров, на основе которых можно было бы взять и рассказать, раскрутить историю просто всего стиля, всей конкретной какой-то эпохи в графическом дизайне. Но, к сожалению, таких предметов не так много. Наверное, книжка про два квадрата Лисицкого вот из этой же серии. И пока, так сказать, в моем списке действительно лидирует Yellow Submarine, потому что это действительно такой прямо срез очень мощный, срез культуры своего времени. Вот. Но я предлагаю вам сегодня поговорить про этот фильм несколько с других позиций. С позиции цифровых дизайнеров, с позиции людей, которые занимаются сайтами, виртуальными пространствами, цифровыми ресурсами, цифровыми продуктами. Так сказать, и поэтому не зря у нас здесь на экране, так сказать, висит ссылка на виртуальный тур по музею Сальвадора Дали. И мне кажется, что у этого фильма есть чему поучиться. Так сказать, его можно считать тоже основой для изучения многих жанров цифрового искусства. Ну вот то, что я точно совершенно назову, это видеоигра, потому что там есть действительно ощущение маршрута, сценария, прохождения через такие определенные этапы. Это и второе, так сказать, это вот такое подобие виртуального музея. Потому что, так сказать, сейчас, вот что мы с вами имеем, если идет разговор, так сказать, о вот таких виртуальных выставках, виртуальных музеях. Мы имеем перед глазами пространство, в которое, так сказать, мы не можем попасть в силу разных причин, но, так сказать, камера и съемка, и, так сказать, вот эта модель реальности, она нам дает возможность там пройти, побродить, так сказать, используя вот эти активные точки. В том числе, я надеюсь, что-то загрузится, так сказать, можно будет сделать такую заставку. Но, вот как мне кажется, здесь, в этом пространстве, не хватает, наверное, персонажей. Потому что, так сказать, это максимально приближено к реальности, но, так сказать, фактически никакой реальностью не является. Это совершенно другой опыт, совершенно другое ощущение. И, вот, так сказать, здесь мое такое вот мнение возникло совершенно случайно, и недавно, после, так сказать, разговора с студентами другой нашей магистратуры, дизайн-кураторы, они там подбирали различные ссылки на сайты, на виртуальные музеи, что это не должно быть в точности, как вот это вот настоящее музейное пространство, а, так сказать, там как раз вполне могут быть задействованы принципы проектирования видеоигры, и, так сказать, принципы работы с пространством, и, так сказать, принципы вообще создания видеоигр. То есть это персонажи, это квесты, это сценарии, это некие бонусы, это те моменты, которые действительно дают реальное такое вот погружение в пространство, и заодно знакомят с различными артефактами. И, кстати, сказать, одна из студенток, сейчас забыла эту ссылку вывести, она буквально пару слов сказала про видеоигру, где есть совершенно не как бы имеющие значения в самом сценарии игры момент, где герои попадают в зал, похожий на музейное пространство, и там есть несколько минут рассказа о космосе, об устройстве космоса, об устройстве планетарной системы. Можно подойти, посмотреть на экспонаты, можно послушать, так сказать, какие-то записанные фрагменты, они между собой ведут диалоги, эти персонажи, так сказать, и это происходит как бы помимо воли самих игроков. И, вот, кстати сказать, этот момент, он меня и натолкнул на мысль о том, что, так сказать, если мы дальше развиваем, так сказать, вот такую музейную виртуальную индустрию, то действительно есть смысл, наверное, отказываться от каких-то привычных приемов, потому что реально, так сказать, наверное, все равно нам эта история вот такого точного прикосновения не даст. То есть это все равно имитация. Вот если речь идет об имитации, почему бы, так сказать, не имитировать это сознательно и вообще, так сказать, строить вот этот виртуальный музей иначе, так сказать, используя какую-то невероятную, на самом деле, архитектуру, которую никогда невозможно, так сказать, повторить и создать в реальности, но там, так сказать, эти моменты вполне могут быть возможны, вплоть до, так сказать, создания вот тех самых проектов, о которых мечтали те же архитекторы-авангардисты наши, русские парящие города и архитектурные явления, так сказать, даже не город, по-моему, это у Черняхова было, а именно, так сказать, было названо, так сказать, определено как явление, так сказать, города, так сказать, не какая-то конкретная модель, которая может быть построена, построена, так сказать, некая идея вот этого объема, стремящегося куда-то вверх. И тогда, так сказать, вот впечатления, эмоции, которые зритель и посетитель, даже его здесь, да, наверное, надо называть, не просто зритель и пользователь, а посетитель получит, так сказать, они действительно будут особенными, они, так сказать, действительно будут подстать вот этому пространству цифровому, в котором, собственно, это все и находится. Вот мне кажется, здесь главная ошибка, что, так сказать, действительно создаются такие симулякры, так сказать, такие симуляции реальности, так сказать, и нужно, наверное, разграничивать, так сказать, вот то, что есть, существует действительно как такая настоящая среда и то, что существует как виртуальная копия. Здесь отчасти, наверное, все стремятся к такой классической модели отражения, так сказать, или, как в случае с Льюисом, почему-то Нарния сейчас вспомнилась и пришла в голову, так сказать, там все такое же, только лучше, вот, так сказать, здесь, наверное, здесь может быть какой-то новый виток развития, он может случиться, если, как бы, представить вот это пространство совершенно другим. Вот здесь страничка Эрмитажа сейчас перед нами, я могу все эти ссылки сбросить, соответственно, можно попробовать посмотреть, да, на экспонаты, сказать, что-то приблизить, рассмотреть, насколько это... Можно добавить? Ага. А сейчас похожий проект сделали для Третьяковской галереи, виртуальная Третьяковская галерея. Я найду ссылку, могу тоже сбросить. Вот. Имеет смысл. И, кстати сказать, еще вспомнила проект к выставке Брейгеля, не Брейгелей, которая у нас в Ново-Иерусалимском музее в Подмосковье, а вот той, которая еще была до пандемии, и там, так сказать, параллельно с ней был такой создан ресурс, где можно было рассмотреть полотна Брейгеля, вот в невероятной такой вот деталировке. Я не помню, как в точности это называлось, какое-то красивое было название. И, так сказать, действительно, можно было бесконечно практически приближать эти картины и, так сказать, как такой вот сложный текст рассматривать, разглядывать, потому что там действительно очень много элементов, очень, так сказать, много таких вот отдельных как бы сценок, ситуаций, которые где-то оказываются спрятаны, какие-то надписи, так сказать, вещи, которые где-то выглядывают из приоткрытой двери, из приоткрытого окна. И, так сказать, это опять же, вот, так сказать, тот ресурс, который действительно был в помощь зрителю, потому что, наверное, носом водить по картине, естественно, никто не даст музей. Это такая прерогатива реставратора. А здесь действительно при хорошем освещении это всё отснято. И, так сказать, на самом деле это играет большую роль, потому что, так сказать, у вас есть ещё одна точка зрения. Вы, так сказать, всё время находитесь в одной, как бы, плоскости с этим рисунком. Вы не задираете голову, вы не опускаете глаза вниз. Вы, так сказать, действительно методично вот так вот с лупой просматриваете объект, который максимально к вам приближен. Вот. Ещё одну ссылку студенты тоже дали, скинули. Ну, это такая история, может быть, более, как бы, простая, ясная и понятная, потому что здесь Metropolitan Museum в Нью-Йорке значит, придумал снять серию коротких видеороликов. Один куратор, одна работа, две минуты. И, значит, есть такое специальное приложение к сайту. Называется оно Second and Fix. И при нажатии, значит, на один из квадратов, который активен, мы выходим на страницу этого экспоната, дальше нажимаем кнопку Watch, и можем слушать текст, так сказать, слушать голос куратора, который рассказывает свои впечатления, так сказать, о конкретной работе. Но здесь, собственно, какую задачу перед собой ставил музей? Показать вещи, в общем-то, знакомые и, мне кажется, изученные вдоль и поперёк, чуть иначе, через призму отношения к ним, каких-то конкретных и, я думаю, что для определённого круга достаточно известных людей. Похожий проект был выпущен Третьяковкой. И, если я ничего не путаю, то это как раз вот те ролики, которые называются «С точки зрения музея», где заставку сделал Платон Инфанто, сын Франциско Инфанто. И там, как есть истории, где сам автор рассказывает об объектах, как, например, Инфанто. А есть истории, где подключаются и кураторы, в том числе, есть фрагменты, где подключаются известные художники или, так сказать, личности искусства, представители искусства. И вот точно так же, так сказать, как бы сквозь свою позицию, сквозь своё отношение к работе её анализируют. И, наверное, так сказать, вот в такой форме в общем-то есть смысл и её фактически можно считать таким простым, интерактивным учебным пособием. И вот, так сказать, в этой линейке можно, наверное, найти много, так сказать, разных вариантов и типов. Но сюда же хочу ещё добавить не только, так сказать, музейные проекты, но и сайты. Хотя бы на примере сайта такого американского художника, работающего в стиле поп-арта Джо Тильсона. И отчасти это, так сказать, схема, которая, я думаю, вам знакома, и, так сказать, довольно много сайтов, именно художников, именно людей искусства, сделаны по такой же схеме, где картинка, она, картинка художника становится таким символом, дверкой, в конкретный зал, в конкретную галерею. И, ну, допустим, для примера можем с вами войти сюда. Постепенно загружаются эти изображения. Можно догадаться, как это работает. Наверняка должна быть где-то стрелка. или какая-то часть изображения активна, часть нет, позволяющая их вот так вот рассмотреть в более крупном масштабе, в более крупном размере. И да, покажу еще четвертый. пример это ссылка, которая находится на сайте Еврейского музея и Центра толерантности. Выставка, которая уже давно закрылась, называлась она «Не время для любви». Такая память о Холокосте, так сказать, истории пар любящих, которые прошли через это испытание, были там вместе, или познакомились там, полюбили друг друга там, и, так сказать, смогли потом как-то выстроить свою совместную жизнь. И, так сказать, вот этот пример я показываю исключительно из каких соображений. Действительно, выставка, особенно сейчас, это всегда такой, так сказать, проект, случающийся в определенное время и имеющий свое завершение. Проект, который действительно выстреливает, который, так сказать, привлекает массу сил и кураторов, и художников, и искусствоведов, потому что иначе уже сейчас выставки не делаются. Как бы, если куратор приравнивается вообще к художнику, так сказать, вот его такая позиция сегодня активно пропагандируется. То есть, он не просто искусствовед, который, так сказать, собирает материал и его организует, он фактически становится автором вот этого пространства, с которым он работает. И действительно очень жаль, что как в случае с театральной пьесой, которая хорошо, если осталась в записи, так сказать, это же все исчезает. Кто-то из режиссеров, по-моему, Кам и Гинкос сказал, что театр это, так сказать, то, что сотрясает воздух. Так сказать, вот начали, сыграли, закончили, зрители поаплодировали, все разошлись и, так сказать, ничего не осталось. Осталась пустота сцены. Вот возможно ли это сохранять? Театралы над этим бьются долгое время, ничего лучше, кроме видеозаписи, пока, к сожалению, не придумали. И выставка, вот особенно, повторюсь, в сегодняшней ее интерпретации, это, как всегда, событие, событие с большой буквы, которое, так сказать, случается, а потом заканчивается. И в этом плане, так сказать, вот такие виртуальные проекты выставок, которые, так сказать, все равно продолжают жить, продолжают жить на сайтах, можно критиковать и, так сказать, говорить, что это не дает вот того ощущения, которое действительно получает зритель в этом пространстве, что, так сказать, это такая история как бы уже совершенно другая, но мне кажется, что это все равно фиксация событий, это, так сказать, все равно документ, причем документ может быть даже более интересный в каких-то случаях, чем каталог, так сказать, ну, здесь понятно, что можно поспорить, смотря как сделан каталог, смотря как он устроен, насколько, так сказать, структура каталога, его конструкция, материалы, техника печати, тексты, количество информации зрительной, так сказать, там соответствуют действительно выставке, но получается, что все-таки в виртуальном пространстве это, так сказать, легче сохранить и передать. То есть, конечно, стоит говорить о том, что вот то, что я листаю на экране, это не некая, так сказать, следующая уже форма искусства, это, как сказать, не в точности то, что было на выставке, это как бы продолжение этой идеи, но, сказать, самое-то главное, что это действительно свидетельство события, которое осталось в памяти, которое существует, пока, собственно, существует этот домен, этот сайт, и продолжает, так сказать, принимать, что называется, посетителей. вот, так сказать, такая любопытная история. И, наверное, да, наверное, имеет смысл и, так сказать, еще пятый проект здесь показать. Может быть, даже Александр Николаевич вам ссылку на этот сайт и на этот фильм когда-то и давал, может быть, и нет, потому что, так сказать, он тоже ложится вот в эту, в этот ряд таких виртуальных музеев, виртуальных экскурсий, виртуальных посещений, хотя является фильмом. Фильм, который был снят компанией Витро, Витро, по-моему, то ли в 50-м году, то ли в начале 50-х возникла в Швейцарии, такая породистая фирма по производству мебели. Изначально была идея популяризировать мебель имсов, американских дизайнеров, через вот эту фабрику. Ну, а потом подключились уже и европейские дизайнеры, и, так сказать, производство стало расти, возникла коллекция образцов, и в начале 80-х стало ясно, что, так сказать, эту коллекцию образцов надо как-то сохранять и демонстрировать. Так сказать, вот следующий как бы виток деятельности компании «Витро» это создание музея. И если интересно, можете даже в Википедии набрать, там вполне приличные статьи, и, главное, есть несколько картинок зданий этого комплекса, потому что там есть некое здание, условно, пожарной охраны построенной за Хай Хадид, там есть здания построенные Фрэнком Гири, то есть это прямо звездная такая история, так сказать, фактически сами вот эти архитектурные сооружения, которые внутри содержат производство, так сказать, какие-то службы или музеи, они тоже являются объектами, так сказать, наследия культурного, так сказать, объектами важными для современной истории архитектуры и, я бы сказала, даже и дизайна. И почему этот фильм так мне понравился, хотя в нем по большому счету, так сказать, ну ничего такого особенного, наверное, и нет, так сказать, нет никаких спецэффектов, нет цифровых технологий, которые бы участвовали, ну за исключением очень красивых и деликатно добавленных титров, но, так сказать, в нем присутствует несколько моментов, которые, так сказать, удивительным образом дают возможность почувствовать характер вот этих экспонатов, о которых идет речь, это стулья, почувствовать пространство и почувствовать на самом деле не просто как некую такую догадку или, так сказать, эмоцию, которая как бы эфемерна и непонятно, так сказать, ты прав или не прав, почувствовать очень такие вот материальные моменты, так сказать, вес, характер, фактуры, которые, так сказать, используются в дизайне конкретного объекта мебели, технологию его производства, и делается это на самом деле очень просто, мы видим всегда человек рядом с этим объектом, мы видим и понимаем усилия, которые он прикладывает для того, чтобы переместить его с места на место, есть там пара диалогов, где подключаются кураторы, музейные, музейные работники, и они, так сказать, как-то взаимодействуют с этим объектом, рассказывают о том, как они чувствуют эту поверхность, вот, так сказать, буквально такие совершенно простейшие как бы методы, которые, в общем-то, насколько это возможно, через экран дают почувствовать характер этого объекта. не знаю, может быть, это только у меня сложилось такое ощущение. И вот второй момент, посмотрите, как вот сейчас появляются эти подписи, титры, так обычно в фильме представляют актеров первого плана, так сказать, главных героев фильма. Мы видим не имена тех, которые сделали фильм, снимались в фильме, так сказать, говорили об этих предметах, нет, мы видим имена авторов, дизайнеров, или в некоторых случаях, когда есть имя у этих вещей, мы видим имя вещи и год ее создания. Адольф Лоус, значит, стул для музейного кафе, или Хаухай, Моун, Курамата, 86-й год. И вот, так сказать, этот момент, он как-то для меня стал таким финальным аккордом, потому что, так сказать, действительно, он показывает отношение вот к этим объектам, отношение к ним, как к таким статусным, очень важным, очень ценным персонажем в этой истории, практически их приравнивает к актерам, к героям, не будем говорить, что их одушевляет или, так сказать, наделяет какими-то человеческими качествами, нет, просто, так сказать, они действуют здесь наравне с людьми, которые про них рассказывают. И меня действительно прежде всего потрясла вот эта простота идеи, простота вот этих находок, которые позволяют вот так легко и просто до зрителя какие-то моменты достаточно сложные на самом деле и такие практически непередаваемые через экран донести. Просто потому, что они держат в руках эти объекты, эти объекты движутся, эти объекты заполняют пустое пространство ангара. Фактически это такая подготовка к выставке, потому что фильм заканчивается собственно уже кадрами, где в этот зал входит публика или не в этот зал, рядом еще есть несколько таких выставочных пространств. И мы видим открытие, мы видим вернисаж. И есть еще такой момент, потому что у компании Витро есть такая рекламная линейка, они делают еще ту же мебель в масштабе. и вот здесь еще такой дополнительный эффект возникает, когда в руках герой вертит, герой-рассказчик вертит в руках этот объект, мы получаем возможность посмотреть на него абсолютно с разных сторон, иногда он его переворачивает вверх ногами, показывает с разных точек зрения, то есть так действительно настоящую модель мы с вами настоящий объект мы иногда с вами так никогда перевернуть не сможем. А вот этот момент он дает представление о конструкции, дает представление действительно о разных проекциях и фактически без применения 3D у человека действительно возникает некая объемная модель внутри мы можем почувствовать понять как примерно эти вещи действительно устроены сконструированы можем их оценить можем действительно их полюбить вот и сейчас даже так хорошо получилось в общем-то мы сначала поговорили о таких реальных проектах вот а теперь можем вернуться как раз к этому фильму Yellow Submarine и я думаю что наверняка вы в ближайшие дни пересмотрите потихоньку по кусочкам если или посмотрите заново посмотрите сказать впервые может быть и так но я призываю вас этот фильм оценить не с позиции меломана и кинозрителя а с позиции цифрового дизайнера оценить пространство которое возникает перед вами оценить сценарий как вот этот путь прохождения через разные такие сложные драматические ситуации сказать борьбу за артефакты там можно даже наверное такие моменты найти оценить персонажей потому что сказать вот для видеоигры персонаж тоже очень важен это такая знаковая фигура некий такой символ тоже по-своему и оценить этот фильм еще сказать как такую модель виртуального музея потому что я не зря обмолвилась что yellow submarine это сказать такой срез культуры своего времени сказать это действительно но для меня такая модель музея шестидесятых где есть все есть мода сказать есть потому что костюмы в которых одеты битлз они действительно абсолютно в тренде времени там есть раскрашенные объекты то чем знаменито это время мы можем вот такой кадр вспомнить раскрашенную арфу например там есть такие отдельные как как бы условно будем называть их залы посвященные соответственно поп арту есть залы где мы поп арт это например вот такие фрагменты есть залы посвященные сюрреализму но понятно что они там называются не залами а сказать это клипы на отдельные песни но вот если с визуальной точки зрения сказать как бы оценивать всю эту структуру то действительно возникает ощущение что мы присутствуем в некоем музейном пространстве и действительно смотрим на инсталляции на работы художников которые в определенных стилях работали или например море дыр такой чистый оп арт или психоделика тоже по-своему наверное не до конца оцененное течение и в искусстве и в графическом дизайне со своей мощной тоже палитрой и набором визуальных средств такой вот тип раскраски и перевода фотографии в графику используя кислотные цвета и такие так сказать яркие тоновые заливки вот и есть так сказать вот эта финальная сцена которую всегда хочется сравнить с скульптурами Роберта Индианы у него есть вот этот прекрасный такой монолит из слова love так сказать деланный на основе его же открытки рождественской и так сказать фактически это действительно очень такой вот грамотно так сказать спланированное с визуальной точки зрения пространство внутри которого есть такие отдельные ячейки так сказать некие отдельные залы так сказать со своими очень со своим очень таким четким определяемым графическим языком понятно что изначально так сказать естественно ни режиссер ни продюсер они таких целей не преследовали но так сказать фактически та задача которую они перед собой ставили она действительно привела их к вот такому решению действительно это ведь фильм который был создан в 69 году если вы вспомните всю историю хиппи и этого времени свингин лондон буквально она длится несколько лет наверное с середины 60-х до конца 60-х так сказать вот самый такой пик и это действительно финальный аккорд так сказать финальный аккорд вот этого свингующего лондона так сказать этих классных молодежных тусовок так сказать субкультур которые в это время так вот так вот активно возникает это музей молодежной моды можно было бы его назвать музей молодежных субкультур тоже можно было бы такое название придумать но музей который существует не в реальности он существует существует на экране вот и наверное имеет смысл так хотя бы немножко точечно о каких-то вещах поговорить эту обложку я вам уже показывала когда у нас шел разговор про фотомонтаж так сказать и про его возможности я вам тогда напомнила об этом опыте и фактически фильм как произведение искусства как так сказать такой вот сложный творческий продукт он родился именно из этой обложки так сказать об этом совершенно четко везде пишут и те кто так следил за битлз и кто так сказать следил за поп-культурой музыкальной и что здесь важно важно что действительно им понадобилось эту обложку выстроить в реальном пространстве так сказать превратить вот превратить это действие в инсталляцию и так сказать эту инсталляцию задокументировать с помощью фотографий и действительно здесь есть такая интересная связь и с близким им современным искусством и конечно же с поп-артом потому что фактически это такая тоже очень как бы многослойная такая вот как бы получилось история потому что сами битлз это собственно порождение поп-массовой культуры они уже ее иконы они как бы вот в ней что называется родились и так сказать являются частью ее механизма функционирования и с другой стороны они вот как так сказать такие объекты поп-культуры тоже так сказать становятся объектами иронии со стороны художника они попадают вот на эту пластинку и попадают вот в эту толпу известных личностей так сказать как поп-арт как движение в искусстве там есть так сказать вот это ироническое отношение к массовой культуре так сказать такая попытка взглянуть на нее со стороны то есть так сказать действительно если тут начать как бы разбираться и какие-то философские такие теории выводить то можно запутаться потому что с одной стороны действительно мы имеем дело с конкретными заказчиками с конкретными представителями поп-массовой культуры а с другой стороны так сказать они выстраивают так вот эти образы так сказать выстраивают так сказать эти визуальные образы благодаря которым их публика узнает так сказать как бы следит за ними как вот такие иронические произведения искусства и ведь если фильм Битлз это такая поэма поп-арта то мы там внутри видим и героев ведь точно так же имею ввиду Битлз они там точно так же среди так сказать всей вот этой поп-артистской как бы такой среды и возникает это так сказать такая одна история вот другая история связанная с модой я не зря сказать сказала что посмотрите на персонажей и на то как они одеты как они поданы потому что с одной стороны это все кажется такими очень какими-то концертными наверное и концертными платьями сюртуками так сказать такой модой сценической вот то что например я сейчас на экран вывожу но на самом деле это такой классический наряд для дэнди 60-х годов это вот этот новый стиль молодежной субкультуры которой раньше не было и которая возникает после войны и стремится выделиться стремится выделиться за счет костюма и многое из того что мы в этом фильме увидим вплоть до таких деталей как гамаши такая вещь определенные конструкции которые крепятся на обувь это не случайность а это действительно дань времени вот эти этот аксессуар он действительно вновь входит в моду и вот здесь наверное пришло время перечислить опять же хотя бы точечно собственно на чем мода этого времени молодежной строится это наверняка знаете Биба Барбара Хуланечки что она делала перекрашивала мужские майки в сливовые цвета и продавала как мини платья и действительно они расходились моментально то есть это такой как бы вариант дешевой одежды которые которые в общем-то недолгий наверное срок жизни но весь смак в том что ее можно часто менять можно себе позволить действительно часто покупать вот такие молодежные классные крутые вещи бумажные платья тоже как тренд это как раз все пришло из возникло вернее в 60-е это одна сторона другая сторона это действительно сценическая мода потому что идет вот эта волна подражания кумирам музыкантам кто-то из может быть Джимми Хендрикс как раз в это время надевает сюртук военный военный френч и как после этого вся улица к открытию магазина была запружена молодыми людьми которые хотели купить вот такой же так сказать военизированный наряд а третья такая вот точка это антиквариат потому что мода этого времени она совершенно четко строится на наследии викторианской эпохи 19 век на наследии Арнуво начала 20 века и Ардеко это 20-30 годы это те вещи которые были в доступе в антикварных магазинах не обязательно платье целиком или костюм целиком это могли быть жабо это могли быть какие-то отдельные нашивки пуговицы и палеты кружева карманы споротые уже из левшего пиджака какие-то аксессуары которые сохранили свой товарный вид и вот так такую вторую жизнь свою приобретали в этих магазинах но на самом деле надо было еще сказать что это магазины особенные тоже непростые это действительно такие бутики маленькие расположенные иногда в подвалах иногда в этих викторианских особняках на карнаби стрит где очень специфическое пространство как кто-то сказал никогда не знаешь кто перед тобой покупатель или продавец все одеты одинаково полумрак дым от сигарет и звучит рок-н-ролл и все танцуют вот такое место совершенно другое чем в общем-то можно было бы представить место которое можно приравнять к клубу к молодежному клубу и в каких-то случаях там есть и комната для танцев и даже мини-бар то есть действительно место где интересно и здорово можно провести время и вот в этих условиях действительно продажа такого рода вещей аксессуаров которые взаимозаменяемы отдельных предметов костюма которые между собой можно комбинировать но она вполне как бы оправдана это действительно часть вот этого нового имиджа часть вот этой новой стратегии моды здесь на фотографии как раз бутик я был слугой лорда Китченера где продавались вот те самые военизированные такие френчи и в том числе разнообразные вариации на тему британского флага тот самый знаменитый джек сьют по-моему он назывался сшитый как будто бы из британского флага но такая сказать очень на самом деле легкая такая интересная простая идея как поп-арт может войти в массы то есть мы действительно имеем дело с абсолютным таким объектом поп-арта есть такой национальный символ это что-то очень серьезное такое вот важное для британской культуры оно действительно становится уже элементом массовой культуры это действительно знак как бы страны и вдруг он превращается в объект искусства с помощью чего с помощью ножниц и швейной машинки так сказать предлагается вот таким образом посмотреть на этот хорошо привычный объект со стороны так сказать да поиронизировать над ним а собственно поп-арт вот как такая идея в искусстве это что это такое это как бы перенос абсолютно знакомых и таких вот каждодневных каких-то будничных объектов из их привычной среды в непривычную и вот так сказать это мы здесь с вами и видим и вот теперь если так сказать посмотреть на то как одеты битлз в желтой подлодке я думаю не возникнет сомнений в том что это не выдумка художника и продюсера и режиссера фильма это действительно такой вот срез своего времени цветастые галстуки были очень популярны тоже как доступный аксессуар вот такой еще классный момент что новый имидж можно было создавать не покупая новый костюм целиком а дополняя его какими-то отдельными деталями всего на всего и интересно что так сказать осталось даже имя человека который ответственен за появление Карнаби стрит это некто Джон Стефан который так сказать в одном из интервью вспоминал что он практически сделал это для себя что действительно после войны осталось вот это поколение лишенное детства лишенные радости и действительно было очень такое стойкое желание прожить вот те самые несколько лет военных заново но они выросли они уже не дети но при этом они хотели показать что они еще не взрослые у них есть своя точка зрения свои пристрастия свои как бы свои приоритеты своя манера поведения и вот очертить этот круг им помогла мода то есть через моду и через музыку конечно же они вот этот свой новый облик свой новый имидж транслировали и если есть спрос запрос от общества то естественно возникают вот такие магазинчики бутики где можно приобрести вот ту самую одежду отличающуюся от той что есть в центральном универмаге и которая действительно тебя делает особенным вот и кстати сказать у битлз тоже был свой бутик который назывался по-моему яблоко apple раз на этикетке у нас слово да раз на этикетке у нас есть яблоко скорее всего так и назывался apple apple clothes и здесь сказать тоже такая интересная еще одна точка это роспись в действительности яркими красками если мы вспомним сюжет этого фильма yellow submarine что происходит есть прекрасная страна пепперленд где все дышит цветом музыкой есть такие плохие злые персонажи blue minis и глав перчатка синяя которая лишает эту страну музыки и после этого как исчезает музыка страна лишается и цвета то есть уходит вот эта яркая раскраска всей действительности мир становится серым и если посмотреть на фасады вот этих магазинов где молодежь покупала себе одежду если вспомнить про то что делали хиппи с транспортными средствами как они безжалостно их раскрашивали если вспомнить историю с раскрашенным пианино Джона Леннона по-моему и Мини Купер тоже был у Битлз раскрашен то мы поймем что это такая тоже интересная метафора интересная идея как бы показать влияние музыки на мир что она привносит привносит действительно без преувеличения вот ту самую яркость красок жизнерадостности полный отрыв и в Карнабистрит где собственно все эти бутики располагались это ведь такая часть викторианского Лондона Диккенсовского Лондона такого серого мрачного по-своему и вдруг сказать вот в эту серость и такую чопорность врывается абсолютно яркий мощный поток здание разрешается раскрашивать так сказать насколько долго эти фасады продержались ну не знаю например так сказать этот фасад фасад бутика Битлз продержался ровно столько сколько и сам магазин по-моему то ли 9 месяцев то ли 10 меньше года затем так сказать чопорная английская аристократия обитавшая напротив и в этом здании потребовало это все безобразие убрать и так сказать привести улицу в нормальный вид но в 2008 году когда был такой своеобразный юбилей закрытие этого магазинчика бутика кто-то придумал поставить проектор на здании напротив и в темное время суток эта картинка утраченная она проецировалась на этот угол и действительно создавала ощущение как бы времени повернутого вспять и когда этот магазинчик закрывался то публики разрешили вынести абсолютно все здесь у нас члены группы художественной которая носила название The Fool это шут как в картах Таро там какой-то был очень такой смежный состав по-моему и англичане и голландцы и как раз Симон и Марика которых вы здесь видите на фотографии они работали над коллекциями одежды вот так выглядел кусочек интерьера этого магазина Битлз и как я уже говорила разрешили вынести фанатам абсолютно все а вот этой начинки там было довольно много потому что мы видим с вами раскрашенный стул причем это же не стул какого-то известного дизайнера 60-х это не то что мы с вами видели в фильме Витро это абсолютно такой классический вариант мебели скорее всего 19-го века но абсолютно по-боевому раскрашенный так сказать форма такая как бы обыденная простая но ей дана вторая жизнь лишь за счет цвета и вот такого добра там внутри было очень и очень много то есть это на самом деле тоже интересно было бы сравнить обстановку вот такого магазина с пространством которое есть внутри мультфильма мне кажется там могли бы возникнуть какие-то интересные тоже своеобразные параллели вот и действительно так сказать вот эта идея раскрашивать вещи придавать им вторую жизнь давать им второе вернее да давать им вторую жизнь давать им второе дыхание за счет так сказать вот таких абсолютно отрывных паттернов так сказать которые по-своему уже являются символами символами свингующего Лондона так сказать вот этой новой музыкальной молодежной культуры так сказать она ну да она действительно является и трендом времени с одной стороны а с другой стороны это такой способ переделки действительности вот мне кажется для цифрового искусства для так сказать вообще идеи создания вот таких виртуальных моделей это по-своему интересная история так сказать мне кажется что здесь даже есть какая-то интересная параллель с VR технологиями так сказать мы видим то чего нет на самом деле да ну конечно существует как объект но цель такая интересная преследуется действительно создать такую вот яркую красочную очень эмоциональную реальность с помощью вот этих паттернов так сказать этих орнаментов извините а можно вопрос а это фотография или это интерьер скорее всего фотография но она еще чуть перемонтирована похоже это снимок из журнала и явно они вырезаны и подложены вот эти облачка да вот мне тоже показалось что это как калаш некий похоже они где-то в студии сняты с этим объектом а позади действительно подставлено небо но такая на самом деле картинка очень перекликающаяся с современными образами да есть в ней что-то такое виртуальное а как она называется это просто в интернете мне попалось когда я искала про группу дефул про их творчество чем они занимались искала какие-то раскрашенные объекты которые в 60-е были сделаны сейчас таких людей называют сразу медиахудожник очень просто ясно и емко то есть фактически человек занимающийся абсолютно всеми видами творчества и плюс еще они фактически как рекламщики работали для битлз какое-то время потому что я по-моему сказала уже что мини купер они успели раскрасить пианино тоже они успели раскрасить то есть фактически создавали такую визуальную среду новую под стать песням битлз и под стать вот этому имиджу который они активно как музыкальная группа транслировали потому что когда начинаешь копать смотреть выясняется что и многие объединения такого рода многие группы художников они занимались вот такой авторской раскраской и здесь например стоят двое художников фирма называлась Биндер Эдвардс и Вейхан вот здесь прямо три имени подряд написаны и в перечне услуг было указано что они как раз дают жизнь старым вещам придумывают как их можно раскрасить и в этот список были внесены не только предметы интерьера но и фрагменты фасадов то есть это действительно краткое время была совершенно мощнейшая такая индустрия вот и кстати сказать вот в контексте этого разговора про раскрашивание ведь действительно среда этого фильма она оставляет ощущение такого непрекращающегося праздника и сказать действительно на эти реальности которые которые даются какие-то совершенно нестандартные которые которые раскрашиваются иногда такими нестандартными в общем цветами и ощущение от колорита оно в общем-то своеобразное то есть фактически это наверное модель тоже модель вот той самой реальности о которой мечтали художники так сказать раскрашивая отдельно объекты так сказать это вот наверное та точка к которой они мечтали когда-нибудь прийти так сказать вот так переделать весь мир перекрасить делать его действительно очень ярким очень так сказать таким вот активным эмоциональным жизнерадостным но к сожалению или к счастью это не удалось так сказать есть остались такие отдельные экземпляры которые так сказать были ими созданы так ну и да наверное мне кажется все-таки имеет смысл про студию Pushpin вспомнить потому что вот такой графический стиль сказать да с одной стороны мы с вами видим что он имеет там начало имеет свое начало в пластинке сержанта Пеппера так сказать там есть нечто похожее мода так сказать своего добавляет соответственно вот эта традиция раскрашивать антикварную мебель антикварные вещи но мне кажется здесь есть такая интересная еще перекличка и с графическим стилем который в это время появляется в Америке вот такая студия под названием Pushpin Milton Glazer и Seymour Хваст вот то что вы сейчас видите на экране это плакат музыкальный посвящение Бобу Дилану который вкладывался в пластинку то есть складывался пополам и вкладывался в конверт и вот когда смотришь на эти шикарно раскрашенные волосы сразу в памяти всплывает именно Yellow Submarine хотя этот плакат выпущен в 66 году то есть за 3 года до выхода фильма и сказать если с точки зрения техники рисования попытаться понять что произошло то здесь тоже есть такой свой интересный нюанс в это время появляются фломастеры фирма Edding презентует вот как раз в середине 60-х вот такие как они их тогда называли ручки которые оставляют толстый цветной след и для графиков это на самом деле невероятное открытие потому что можно не смешивать цвета мучительно разводить эти колеры в банках и так сказать постоянно следить за толщиной линии которую ты проводишь кистью а весь процесс он упрощается и действительно становится таким очень быстрым и достаточно лихим я думаю не нужно вам особо объяснять в чем разница между рисованием гуашью и фломастерами так сказать фломастер это вообще уже такая устоявшаяся техника скетчинга и так сказать у нее ну какая-то вот своя ниша в графическом дизайне в иллюстрации то есть фактически это еще упоение как бы вот этим новым материалом и естественно этот новый материал он провоцирует на какие-то открытия на какой-то свой новый графический язык это заливки это тонкие линии это какие-то обводки и даже если в фильме Yellow Submarine там не обязательно они могли пользоваться фломастерами я думаю что они не пользовались так сказать скорее всего это традиционные так сказать краски темпер гуашь иногда акварель но как бы перед глазами они вполне возможно могли держать именно эту картинку потому что она действительно очень знаковая такая вот символическая это действительно символ молодежной музыки вот этого отрыва потому что не зря это все буйство у него на голове это действительно такой вот взрыв мозга как молодежь бы сказала такой эмоциональный накал вот и эта студия Pushpin она чем еще интересна тем что они практически первые и в свое время единственные вдруг провозгласили первенство именно рисунка такой вот рисовальной графики это в ту эпоху когда везде интернациональный стиль типографика фотомонтаж геометрия и вдруг появляется студия Pushpin которая просто с первых дней своего существования заявляет о том что они будут продвигать другую стезю они будут продвигать иллюстрацию и потом Милтон Глейзер многое сформулирует в частности то что карандаш настраивает руку дизайнера так как скрипка настраивает слух музыканта у него красивый будет еще такой пассаж по поводу того что в эпоху телевидения очень полезно вспомнить про эпоху радио когда многое воспринималось на слух и многое требовалось внутри себя представить визуализировать а эпоха телевидения она так сказать вот эту как бы возможность и эту задачу так сказать изъяла так сказать эту потребность изъяла просто так сказать все стало восприниматься глазами и так сказать сразу вот такой готовой картинкой то есть потребность в фантазии воображении она как бы отпала а это плохо потому что так сказать меняется начинает человек меняться так сказать начинает меняться вообще его как бы менталитет и нужно попробовать вот с помощью иллюстрации как бы вернуться вот к той точке где развивалось у человека воображение ну вот интересная такая на самом деле тоже идея и пушпин чем они занимались занимались и рекламными плакатами в том числе сказать понятно что это наверное по большей части какие-то культурные институции и культурные мероприятия но это кроме всего прочего и реклама таких очень известных и мощных продуктов дизайна например красная печатная машинка Валентайн Этори Сотсес вот она была таким образом прорекламирована как печатная машинка для одиноких молодых поэтов и вот здесь на этой на этом плакате мы видим такую драматическую или романтическую ситуацию не знаю кто что заметит в технике гравюры но это псевдогравюра это имитация гравюры но имитация такой вот техники классической для девятнадцатого века нам вот эта вся ситуация подана а автор кто это Милтон Глейзер на самом деле с Сеймуром Хвастом в таких пограничных наверное графических стилях работали потому что Хваст он обожает обожает кубинские сигары и так сказать это такие более наверное гротескные образы а Милтон Глейзер всегда тяготел к викторианской графике к ренессансу так сказать такая более наверное тонкая какая-то история вот а Хваст он примерно такой персонаж это реклама студии Пушпин о том что они производят плакаты печатают плакаты и этот персонаж это не мясник это печатник который держит в руке ракельный нож потому что плакаты печатались в технике шелкографии то есть Сеймур Хваст это наверное такой карикатурист если одним словом его можно было бы назвать а Милтон Глейзер это такой эстет и философ и извините секунду Силман Хваст Сеймур Хваст Сеймур Хваст спасибо по-моему тут даже имя должно быть может и нет но вот достаточно набрать Pushpin и Studios и там даже есть на самом деле приличный сайт они разошлись в 74 году потому что действительно какие-то разные цели по жизни преследовали бывает так когда два титана они просто не могут ужиться вместе и тот сайт на который можно выйти набрав Pushpin он как бы рекламирует как раз Сеймура Хваст а у Милтона Глейзера мне кажется должен остаться тот сайт который он сам делал и там фантастические его эссе вот как раз о рисунке о графике о графическом дизайне как профессии в общем надо попробовать найти я тогда ссылку тоже постараюсь прислать ну а здесь то у меня скриншот но вот эти все ступеньки они активные и через них можно соответственно выйти на какие-то разные наборы картинок так ну вот такого еще Сеймура Хваст могу показать вот ну и там тоже забавная такая была идея что нужно объект подавать не прямо а через какие-то интересные визуальные метафоры и поскольку это скорее всего речь идет о конкурсе литературном и все это связано с Нью-Йорком поэтому небоскреб превращается в вечное перо но согласитесь что есть сходство с тем что мы с вами наблюдаем там в этом фильме сходство я имею ввиду графики вот ну и наверное надо все-таки имя упомянуть человека который ответственен за графический стиль этого фильма это Хайнц Эйдельман и это на самом деле какая-то удивительная тоже история потому что ни до ни после он не создал ничего похожего он работал на телевидении делал рекламные плакаты для телепередач но стиль его работы он абсолютно другой чем мы с вами видим здесь и интересно что это был человек приглашенный приглашенный из Германии и моя единственная версия как бы почему это получилось и почему действительно так еллоу сабмарин выглядит вот именно так а не иначе причина кроется только в том что вот в в этот свингующий лондон вот в этот кипящий такой котел приезжает человек из другой страны то есть он смотрит на всю эту ситуацию как бы со стороны он не живет там и так сказать все это ему или приелось или так сказать он этим уже давно напитался и живет нет это вот такое ощущение что действительно сказать это такой вот восторг путешественника который попадает в местность незнакомую но абсолютно его завораживающий вот он так сказать как такой натуралист или этнограф он начинает все фиксировать так сказать в свой блокнот вносить записывать все детали и сказать у него складывается действительно такое вот впечатление об этой местности потому что другого варианта ответа честно скажу у меня нет сказать я не уверена что человек который изнутри этой культуры как бы существовал он бы смог сделать лучше здесь вот действительно очень классно получилось вот так акцентировать внимание на самых главных как бы деталях swinging culture сказать что это у нас мода поп-арт это так сказать интересные для общественности стили в искусстве оп-арт сюрреализм психоделика и в общем-то больше наверное ничего и не надо для создания вот той самой целостной картин сказать да еще вот эта раскрашенная мебель и какие-то небольшие такие вот очень так сказать знаковые для английской культуры этого времени моменты там в частности например связанные с введением новых дорожных знаков там есть кадр потом будете смотреть обратите внимание где сказать просто мы видим целое поле вот этих дорожных знаков абсолютно разных и так сказать это поле вот оно несколько секунд держится на экране и зритель перед ним столбенеет смотрит и пытается понять а что собственно как бы здесь происходит но для британца так сказать живущего в 69 году здесь ничего такого особенного нет потому что буквально несколько лет назад эти дорожные знаки они были введены повсеместно это так сказать был такой прорыв вообще в автомобильном как бы деле это действительно унификация так сказать транспортных систем и так сказать приведение ее в порядок удобство пользования дорогами и безопасность это действительно то о чем писали в прессе и то так сказать о чем постоянно говорили и вот еще раз повторюсь мне кажется вот такие моменты как раз мог заметить и зафиксировать человек пришедший со стороны вот ну это только догадка потому что есть еще одно имя продюсера Джорджа Даннинга он тоже так сказать свою лепту как художник внес но только в один клип последний Lucy in the Sky of Diamonds ЛСД который по сокращенным всегда среди молодежи называется и там мы видим совершенно другую технику техника акварели она кардинально другая и возможно если бы Даннингу дали работать с этим фильмом то он бы весь именно так и выглядел вот кстати этот кадр с дорожными знаками вот вдруг возникает такая история да есть так сказать рассказ о городе в который пребывает желтая подлодка так сказать там свой драматический сюжет то есть это с одной стороны знак городской среды знак путешествия знак так сказать перемещения тут можно много чего приплести но вот для меня это прежде всего знак времени так сказать знак вот этого колоссального труда который сделала Маргарет Кальверт и Джок Кенейр так сказать создавшие эту новую дорожную систему извините стойте а повторите пожалуйста кто автор вот этих знаков это Маргарет Кальверт можно даже по ее имени найти потому что она по-моему да ныне здравствует а Джок Кенейр был ее преподавателем она его студенткой такой интересный союз коллаборации как бы профессионала и начинающего вот еще так сказать какую точку конечно же тоже надо обозначить это все то что связано с поп-артам но здесь не знаю насколько прям детально вас нужно посвящать потому что мне кажется вы все-таки в курсе так сказать того что это за течение и мне кажется я уже самое главное озвучила так сказать механизм так сказать работ художника в жанре поп-арта в чем он заключается в том что берется любой объект массовой культуры и так сказать изымается из привычной среды и помещается в среду музейную или выставочную помещается на пьедестал условно и так сказать еще один момент это такое создание коллажей из отдельных объектов поп-массовой культуры так сказать их такое перемешивание так сказать столкновение между собой а третье это конечно тиражирование как у Энди Орхола так сказать в его знаменитой серии банки супа Кэмпбелл потому что собственно поп-массовая культура она почему она массовая потому что это тиражные вещи потому что они действительно как бы наполняют жизненное пространство они доступны вот дальше сказать там своя уже философия возникает про то что это сказать такие статусные объекты вот поэтому ими хочется обладать потому что обладание вот этой вещью оно сказать тебя делает выше в глазах общественности оно тебе сказать придает определенный статус по этому поводу Ролан Барт очень хорошо сказал что нет разницы между готическим собором и автомобилем Ситроен почему потому что оба являются объектами поклонения и их авторы неизвестны ну по крайней мере широкому кругу так сказать общественности вот и вот этот кадр который сейчас на экране мы там видим некую фигуру которая совершает одно и то же движение будете смотреть обратите внимание такой вот прямо тираж так сказать действия обыденного действия вот что еще важно что так сказать в поле зрения поп-арта попадают именно такие вот обыденные так сказать ситуации не только даже вещи но и так сказать действия и занятия которые как бы в которые вовлечен человек это шитье это посиделки чай кондитерская так сказать вот то что мы здесь с вами и видим вот и так сказать еще почему я собственно вспомнила про музей и почему у меня так сказать как-то прям ясно в памяти как воображение вернее получилось провести эту аналогию между виртуальным музеем и фильмом желтая подлодка потому что я перед глазами вижу вот эти кадры это начало фильма где янг фред так сказать герой оставшийся в живых после вторжения вот этих злодеев в страну Пепперленд он угоняет желтую подлодку и на ней летит за помощью и попадает скорее всего в Ливерпуль как тот самый знаковый город для Битлз и начинает искать героев и попадает в начале в какое-то странное пространство похожее на ангар или может быть на съемочную площадку у этого пространства архитектура такая специфическая это перекрытое стеклянной крышей коридор такой совершенно бесконечный и в нем много-много-много дверей и за каждой из дверей скрывается какая-то своя ситуация своей истории но вот этот кадр еще раз вернусь к нему он настолько ясно четко внятно демонстрирует что такое поп-арт что наверное найти какую-то более точный образ просто невозможно демонстрирует всю механику поп-арта действительно вот эти предметы такие вроде бигмака или сосиски с булкой колбасы пепси пирожных они водружены на пьедестал и превращены вот в такие объекты искусства плюс еще их масштаб они же гипертрофированные они очень большие как вот такие вот тоже рекламные объекты здесь работают и так сказать вот в поисках героев в поисках четверки битлз ян фред блуждает по этому пространству и так сказать сталкивается с какими-то разными ситуациями и ну действительно вот наверное это самое такое знаковое место так сказать самое такое вот я имею ввиду в плане поп-арта потому что здесь мы видим и вот эти музейные пьедесталы здесь мы видим странные такие огромные объекты которые появляются и исчезают здесь мы видим в том числе и сцены и героев из известных и фильмов и комиксов так сказать вот те самые как бы люди как объекты поп-массовой культуры и да не зря я говорила про кадры из фильмов это точно совершенно парафраз с прибытием поезда братьев Люмьер скрывающиеся за одной из дверей или сцены из Кинг-Конга которую тоже можно увидеть открыв одну из дверок вот интересно что поп-арт вообще возник как такое направление в искусстве возник как скорее такое исследовательское направление в искусстве потому что мы знаем о том что в Америке есть поп-арт и в Великобритании есть поп-арт возникли они примерно в одно и то же время в начале 50-х но конкретно в Великобритании вся эта история связана с лондонским центром институтом современного искусства который инициирует программу исследования современной вот вот этой вот среды в которой живет человек создается независимая группа в которую так она и называется independent group даже можно сказать если набрать в гугле то выйдите именно на нее в которую входят совершенно разные личности там и критики и скульпторы и художники и они начинают устраивать серию выставок создает какие-то занятные объекты и эти выставки это собственно не что иное как исследование той самой визуальной среды в которой сейчас на начало 50-х на середину 50-х живет человек и один художник звали его Ричард Гамильтон клеит вот такой фотомонтаж или коллаж который собственно является первой работой в духе поп-арта потому что это действительно вот такая наглядная попытка соединить в одной плоскости все чем живет и дышит сказать вот тот самый среднестатистический гражданин но удивительно что многие вещи оказались пророческими у Роя Лихтенштейна еще нет его комиксов которые он рисует красками на холсте и позиционирует как картины Space Age еще только-только начинается а здесь мы уже видим вот этот потолок как отсылку к вселенной и космическим путешествиям у Энди Орхола тоже еще нет его серии с консервами а вот эта ветчина уже здесь стоит как такой вот объект интерьера объект украшающий интерьер и довольно много таких деталей на самом деле оказавшихся потом пророческими и на самом деле Гамильтон конечно был не нов в своем таком вот в том что он сделал в том что он создал с помощью ножниц и рекламных объявлений потому что в той же технике работали дадаисты в 20-е годы клеили коллажи из печатного материала и в той же технике работал и еще один герой художник Эдуардо Паолоци который уже с конца 40-х клеил вот такие коллажи называл их готовые метафоры и считал что он протягивает вот эту ниточку от дадаистов создает какой-то новый виток дада может быть неодада но как бы термин поп-арт он возникает чуть позже и по-моему благодаря как раз вот этой независимой группе и так сказать благодаря их деятельности вот и вот если на эту картинку посмотреть на то как здесь сталкиваются стыкуются тоже отдельные картинки образы а потом вернуться вот вот к кадрам фильма желтая подлодка допустим вот к этому то мне кажется можно вот как бы проследить какое-то сходство я не знаю на генетическом уровне то есть не знаю насколько это точно словами удается описать но как бы метод работы он в общем-то похож это действительно такая такой калаш из образов из впечатлений так сказать которые вот в этом пространстве кино в этом пространстве мультфильма они как-то между собой сталкиваются соединяются и так сказать нам как зрителям тоже предлагается какой-то какой-то смысл из этого из всего извлечь вот ну и да наверное уже так сказать последние такие наблюдения про оп-арт я уже упоминала но если вы вспомнили Вазарелли то здесь в общем-то надо вспоминать не Вазарелли а Бриджит Райли потому что это британская художница как раз в 60-е вот именно тогда она была на пике своей популярности здесь как раз вы ее видите на фотографии и основное что прельщало в поп-арте в оп-арте в этот момент это такой несуществующий слом поверхности который достигается за счет растро за счет стыковки совмещения вот этих линий элементов орнамента такая иллюзия иллюзия формы иллюзия слома вот ну да здесь у нас как раз попался кадр из клипа к песне Lucy in the sky of diamonds и это тот клип который был нарисован даннингом канадским аниматором и я думаю видите чувствуете разницу в графических стилях и да наверное упомянуть стоит и психоделику и сказать вот здесь что нужно обязательно знать и понимать что дело не только в препаратах расширяющих сознание но прежде всего в том как устраивались музыкальные концерты и вообще сказать идея психоделики она как направление в музыкальной культуре визуальной культуре она заключалась в том чтобы с помощью как раз таки вот художественных средств достигать вот того самого эффекта который может быть достигнут с помощью препаратов то есть это кислотные цвета это разнообразные лазерные шоу и прожекторы цветной свет ритм этого света и цвета и например для истории графического дизайна это тоже такая по-своему интересная веха которая ну как бы внесла в нашу палитру в общем-то свои средства так сказать свой набор графических приемов очень узнаваемый такой очень эффектный по-своему а это кто автор вот а это совершенно потрясающий журнал под названием Оз который сначала издавался в Австралии потом как-то плавно перебазировался в Великобританию и сейчас имя сейчас вспомню сейчас посмотрю Мартин Шарп вот это Мартин Шарп обложка с Бобом Диланом вот а журнал Оз издавали Найджел Веймут и Майкл Инглиш они придумали такую свою группу студию графического дизайна назвали ее Хэмпшишкоуд там тоже своя какая-то есть свой парафраз то ли с марихуаной то ли еще с какими-то травками тоже присутствует ну такой чисто английский каламбур словесный вот и занимались тем что печатали плакаты для начинающих рок-групп вот среди начинающих рок-групп была и были и Пинк Флойд сказать такая очень интересная ремарка я когда об этом узнала подумала что да насколько вообще быстро летит время и действительно надо же были годы когда о них можно было вот так сказать действительно эти люди фактически причастны так сказать к становлению этих титанов и ну как бы сформировали их музыкальную историю можно так сказать и конечно эти плакаты они наверное не не столь точно вписываются прямо вот стопроцентно в стилистику Yellow Submarine так сказать но все-таки есть там буквально несколько кадров где мы можем говорить о сходстве я не вспомню я сейчас как конкретно этот клип называется можно посмотреть пролистать где вот эта идея психоделики она вдруг нашла свое применение и применение такой еще и смысловой потому что здесь надо еще что обязательно понять и осознать что некоторая смена графических приемов на протяжении фильма она обуславливается смыслом песен как бы вот этим содержанием которое в них музыкантами авторами вложено то есть это тоже очень такой классный момент что смена графики она не случайна она как бы зрителя подготавливает к тому что сейчас мы будем рассуждать о каких-то следующих о каких-то новых темах и вещах первое Элеонор Ригби там такое полное ощущение депрессии и такой как бы грусти и какой-то заброшенности это вот собственно вот эти все кадры которые сделаны с помощью ксерокса технически это много раз отксеренное изображение которое доведено вот до такого состояния и потом уже раскрашено и действительно это создает ощущение какого-то заброшенного такого так сказать индустриального кластера вот ну и мне кажется почему все-таки в конце появляется это слово love ну во-первых потому что нужно было все-таки какой-то аккорд в истории хиппи поставить all you need is love нужно было действительно как бы с точки зрения сюжета и сценария эту историю разыграть до конца как бы показать что добро побеждает зло потому что сказать здесь в общем-то фабулы какой-то особенной нет здесь фабула основная это борьба добра со злом а так сказать для того чтобы как бы эту фабулу как-то разнообразить и сделать ее интересной включены вот те самые клипы песни то есть как бы клипы изначально они между собой не были связаны это была основная проблема которую невозможно было никак решить пока не вспомнили про эту традиционную для любой сказки идею борьба борьбы добра со злом и здесь так сказать в качестве зла выступает вот та самая синяя перчатка орудие убийства так сказать посылает главнокомандующий Blue Minis вот этих как бы нехороших персонажей а орудие добра это слово love и это интересно что вновь так сказать такой вот чисто британский каламбур глав love и действительно вот в тот момент когда от слова глав отваливается буква G первая оно превращается совершенно сказать оно приобретает совершенно другой смысл и здесь понятно что можно вспомнить всю восточную философию и не я не так сказать вот это взаимное как бы проникновение черного в белый это конечно же там есть потому что так сказать я об этом не упомянула но вот эти восточные практики для 60-х медитации и индийской культуры это тоже такой вот кладезь как бы образов и идей и как бы таких не знаю менталитета и поведения так сказать это нельзя изъять из этого времени но решается это все-таки на наверное европейский манер как бы таким финальным аккордом становится вот это слово love откуда оно берется я не помню то ли Harrison то ли Ringo Starr неожиданно обнаруживает что все что он произносит оно превращается в гириальные как бы буквы скульптуры объекты и тогда собственно и звучит песня all you need is love и вот это love так сказать слово оно приобретает вес мощь и в конечном итоге побеждает ту самую перчатку и справедливость торжествует все заканчивается хорошо и так сказать вот финальные кадры где мы видим наконец-то живых Битлз потому потому все остальное это как бы их графические портреты и голоса ненастоящие голоса актеров которые их озвучивают а здесь действительно буквально несколько минут вот такой натурной документальной видеосъемки каждый из них делится своими эмоциями своими впечатлениями о посещении страны Пепперленд интересно что это наверное должно было убедить зрителя в том что все рассказанное реально что так сказать вот перед вами действительно люди которые посетили это место они так сказать поучаствовали в благом деле освободили страну от завоевателей и так сказать вернулись в наш мир в нашу реальность и каждый из них достает из кармана какой-то сувенир и у одного оказывается такой черный такой черный лидериновый круг и он говорит I've got a hole in my pocket у меня в кармане дырка но это не просто дырка в кармане это как раз сувенир вот из этого дырчатого моря из sea of holes вот и мне кажется это такой пример в истории визуальной культуры в истории анимации в истории графического дизайна про который можно часами говорить и обсуждать его вот я буду считать что я своей цели достигла если вы пересматривая этот фильм действительно осознаете его как как такой своеобразный макет некоего виртуального пространства как идею игры бродилки как такую очень классную на самом деле схему для вовлечения зрителя вот в это виртуальное пространство потому что еще раз повторюсь фантастические персонажи сценарий так сказать и вот эта вот идея прохода через разные пространства у каждого пространства свой графический стиль свой графический язык свои задачи так сказать свои отсылки к каким-то конкретным совершенно художникам и объектам что называется культурного наследия